Высшие и средние учебные заведения России подводят итоги своих приемных комиссий. В северной столице эта процедура прошла с небольшим скандалом. Приемная комиссия отказалась принимать документы у якутянки. Через что пришлось пройти абитуриентам, чтобы получить места в вузах Петербурга, расскажет Айсена Бурнашова. Поступающие в петербургские колледжи столкнулись с бюрократической проблемой. К нам в редакцию обратилась девушка, которая от имени своей родственницы подавала документы на конкурс аттестатов по доверенности. Но по каким-то причинам в одном из колледжей принимать документы отказались, ссылаясь на то, что нотариально заверенная доверенность не дает права на подачу документов от другого лица. И что лучше стоит попробовать поступить на учебу в своем родном регионе. Есть доверенность, здесь четко все прописано. Возьмите, пожалуйста, прочитайте. Вы же даже не взяли, не прочитали. Я знаю, я знаю эти доверенности. Еще раз услышьте, ребенок должен сам изъявить свое право, что он хочет поступить. Она же мне сказала, что она хочет сюда поступить. А я этого не слышу. Она говорит вам, вы поймете. Это показывает и доказывает бумага. Это не прав ребенка. Нарушение прав ребенка сам должен быть. Это только гражданский кодекс, а про образование ничего тут нет. С чем связано такое обращение и насколько оно полноправно, выяснять уже поздно. Тем не менее, родственница девушки подала документы в другой колледж по той же официальной бумаге. Сейчас уже вышел приказ о зачислении на первый курс, без никаких претензий. В вузах же дела обстояли намного иначе. Документы комиссия принимала охотно, как по электронной почте, так и по обычной. Консультировала каждого абитуриента по телефону, лично. Также проводила информационный ликбез в интернете. Подайте в комиссию по приему документов. Подписанное заявление о приеме в СПБГУ. Копию паспорта. Две фотографии 3х4 см. Оригинал или копию документа об образовании. Документы, подтверждающие право на льготы. И дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Поступить в петербургские средние и высшие учебные заведения – это здорово. Но стать первокурсником – это одно. Да учиться – совсем другое. Часто помимо интеллектуального груза на студентов рушатся проблемы бытового характера. Основной проблемой наших студентов, конечно же, является предоставление места в общежитиях. Не все вузы могут гарантированно заселить своих первокурсников в общежитии. И, конечно, представительство старается помочь таким студентам. В прошлом году, например, было заявлено более 20 случаев, когда наши студенты оставались без места проживания. И мы в большинстве случаев оказали помощь и договорились с вузами о предоставлении этим ребятам общежития. По линии Министерства образования Якутии в этом году по целевому набору поступило свыше 40 якутян. В основном ребята поступили в медицинские высшие учебные заведения и вузы технического профиля. Самостоятельно на обучение в Санкт-Петербург поступило около 100 человек, среди которых есть и те, кто получает образование не в первый раз. Хотелось выбрать более узкую специальность, так как у меня первое образование филологическое. Я выбрала именно магистратуру на логопеды. Питер это большой студенческий город и учиться здесь очень большая гордость и радость. Несмотря на все сложности, учиться в городе на Неве престижно. Теперь впереди у новоиспеченных студентов посвящение в ряды первокурсников и насыщенная и яркая жизнь санкт-петербургского студента. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК САХА, Санкт-Петербург.